Новую систему оплаты труда для педагогических работников обсудили на совещании с руководителями и трудовыми коллективами бюджетных организаций. Основной принцип новой системы – разделение заработной платы работника на две части. На гарантированную, которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на стимулирующую часть. Ее размер будет зависеть от того, насколько качественно и эффективно работал сотрудник. Елена Семеновичева разобралась в тонкостях новой системы оплаты труда. В конце 2015 года были утверждены единые рекомендации по вопросу установления системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений своим решением определила единые подходы к формированию заработной платы, в том числе и для сотрудников в сфере образования. В указанном документе отмечено, что при определении объема финансирования бюджетных учреждений местными или региональными властями, а также при разработке нормативных документов, чиновниками должны учитываться единые рекомендации. Сейчас мы пригласили всех к активному обсуждению, если что-то где-то еще не учли, чтобы все пожелания трудовых коллективов, руководителей учесть, и данный нормативный акт устроил всех. Чтобы никто не пострадал. Особенно мы понимаем, что педагоги у нас те категории, которые попадают под указы президента, поэтому мы должны особо пристальное внимание обратить как раз на эти позиции. В единых рекомендациях указано, что в 2016 году должен быть обеспечен уровень заработной платы бюджетников в размере не ниже, чем в 2015 году. Кроме того, при формировании системы оплаты труда необходимо учитывать и минимальный размер оплаты труда. С начала 2016 года он составил 6204 рубля. Трудовым законодательством установлено правило, согласно которому сотрудник не может получать зарплату меньше минимального размера оплаты труда, если он выполнил свою норму труда или отработал норму рабочего времени. Система оплаты труда никак не коснется работников в уменьшенную сторону, так как мы придерживаемся майского указа 597-го президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, где конкретно говорится, что до 2018 года она не должна быть уменьшена. И поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы, чтобы это никак не коснулось основного нашего персонала, чтобы наши сотрудники также получали зарплату не в уменьшенную сторону, а как положено. Новая зарплата, то есть рассчитанная по новой системе оплаты труда, предполагает, что соотношение основного оклада и стимулирующих выплат должна составлять 60 на 40, где 60% зарплаты сотрудника будет составлять основной гарантированный оклад, а 40% – стимулирующие выплаты. Если первая часть является фиксированной, то размер второй будет изменяться в зависимости от качества работы учителя. Стимулирующие выплаты складываются из нескольких подгрупп. Выплаты за выслугу лет, то есть стажевые, надбавки за звание, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук и так далее, выплаты для распределения в коллективе. В свою очередь эти деньги также будут поделены на две части. 80% пойдет на надбавки за интенсивность, качество и результативность выполненной работы, а 20% – на разнообразные премии. Мы разрабатываем единые методические рекомендации для руководителей всех образовательных учреждений, для того, чтобы они могли оценивать уже своих работников внутри. То есть критерии оценки по стимулирующим выплатам в зависимости от качества работы. То есть эти методические рекомендации мы также будем направлять в трудовые коллективы для обсуждения, и я думаю, что они также параллельно будут приняты. Эти рекомендации будут разработаны таким образом, чтобы руководитель распределял их не в одностороннем порядке. В каждом трудовом коллективе должен быть создан коллегиальный орган, который в соответствии с этими критериями будет рассматривать и утверждать стимулирующие надбавки. На данный момент они находятся на стадии разработки. Новая система в первую очередь направлена на то, чтобы педагог мог оценить себя в целом. Она устроена так, чтобы человек за качество своей работы получал достойную заработную плату. Многие педагоги законно сомневаются, что новая система оплаты труда повлияет на уровень заработной платы в меньшую сторону. Но представители власти успокаивают. Эта цель никогда не ставилась, и этого, я думаю, что у нас не будет с вами. По новой системе оплаты труда на данный момент в округе работает 31 школа, 21 детский сад и 3 учреждения дополнительного образования. Дополнительно влилось 6 школ, 11 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования и 3 учреждения профессионального образования. В рамках реализации 95 окружного закона все учреждения в сфере образования перешли из-за полярного района и города в ведение округа. Поэтому единая система оплаты труда затронет всех в равной степени.